Уважаемые друзья, сегодня ко мне заявились сотрудники ДВД и вы не поверите, они пришли ко мне под видом разносчиков пиццы от Глова Как вам известно, сегодня я сдал документы в Минюст для создания политической партии НАМОС и наружное наблюдение, слежку я заметил еще там Вернулся домой, сидел за своим ноутбуком и тут кто-то позвонил мне в домофон Я подошел к двери, посмотрел через камеру, увидел силуэт человека Он быстро мелькнул и попытался уйти Дальше по камере я его отследил Это вот сотрудник ДВД, он ушел в сторону ДВД Сел за компьютер и подумал, что это не случайно, он не один И подошел к двери, посмотрел в глазок Увидел человека с рюкзаком Глова Этот человек стоял неподвижно у моей двери И пытался подслушивать, что у меня здесь происходит Так продолжалось несколько секунд Я моментально открыл дверь И этот доставщик пиццы опешил И спросил, вы заказывали пиццу? Я говорю, да, я заказывал пиццу, давайте мою пиццу Пиццу покажите Обычный пиццу Не покажите У вас не тот адрес Представьтесь А вот Представьтесь Вот тот адрес А что вы выглядите? Вы же спалились Представьтесь А что спалилось? Ну скажите Не, просите Лейтенант Фамилия Вот, посмотрите, пожалуйста Пиццу покажите, что пицца есть Не, пицца есть Я за вами следил еще в тот момент, когда вы там пытались ко мне зайти Вы чему ко мне приходите под видом доставщика пиццы? Извиняюсь, пожалуйста Это сейчас онлайн сейчас выйдет Кто? Фамилию скажите Устарин дайте Устарин нету Коффектность что? 106-я квартира что-то Нет сети Нет сети Пиццу покажи, если вам нужно, чтобы пицца есть С полюбитый пицца нету Пицца барабан 106-я квартира Давай, давайте, конец 106-я квартира Что ездит Тех, Малан, звон, давай 106-я квартира 106-я квартира Пицца, скорость Ну, дайте пиццу Раз, шла Парабан Положим с ним Парабан Тех, ваша квартира Курвизна Тех, ваша квартира Курвизна Шармельцер Зерен Да, арбам Менечтель Ну вот здесь он проболтался, что его могут уволить Хотя он не держится за эти 150 тысяч тенге Понятное дело, что в Глобо нет зарплаты Что речь шла о ДВД Потом он признался Когда я выключил телефон Он признался, что он работает в ДВД в звании младшего сержанта Дальше У нас не складывается диалог Он очень просит выключить камеру И обещает рассказать Я выключаю камеру Он пытается убежать Убежать я ему не дал Вот он пытается теперь до кого-то дозвониться Видимо до своего руководства И в течение пяти минут К нему на помощь подоспел Еще один сотрудник ДВД Который представился его братом Видимо все они вместе разносят пиццу Наш доставщик пиццы въехал на внедорожнике Оказывается он просто закидывает назад и в зад На телу разносят пиццы Катаются на дорогих машинах Сейчас пробьем И вы знаете Это не смешно Поскольку Целых трое сотрудников ДВД Осуществляют за мной слежку По чьей команде С какой целью Я всего лишь-то Сдал документы в Минюст На создание политической партии В чем вы видите риски Не я являюсь угрозой безопасности Я вам говорил Я вам называл Большое количество Высокопоставленных чиновников Которые являются главной угрозой Для национальной безопасности Потому что Именно они выводят деньги Именно они занимаются коррупцией Именно из-за них Происходят такие события Как мы видели в январе этого года Так почему вы следите за мной А не за ними Или МВД служит именно этим лицам И в целях информирования их Осуществляют слежку за мной Я хочу сказать Министру внутренних дел Что я устал от ваших тупых сотрудников Вот эти постоянные слежки Какие-то видеофиксации Которые я замечаю Наблюдения Мелкие подставы Вдумайте я их не вижу Я просто стараюсь Общество не отвлекать На эти дурацкие моменты Для того чтобы Их не отводить от проблем Ну уже достаточно Хватит Поэтому я напишу Письмо в Генеральную И в КНБ Для того чтобы они Провели соответствующее расследование Я приложу все эти фото Видео материалы И попрошу ответить мне На каком основании ДВД осуществляют за мной слежку Для чего И по чьей команде Эти сотрудники Приходят ко мне Под видом разносчиков пиццы И самое главное Я попрошу там же Поставлю вопрос В письме в КНБ Для того чтобы проверили меня От и до И сообщили в ДВД Являюсь ли я человеком Который может нести Какую-то угрозу Ведь спецслужбы Знают наверняка Что за мной никто не стоит И никто никогда не финансировал И не финансирует Поэтому я намерен Подать эти письма Я надеюсь Что соответствующие лица Будут наказаны А меня этим не запугать И не остановить Мы идем Вперед Наше дело правое За нами люди И мы ничего Сверх не бросим Мы действуем только В рамках закона И именно поэтому Вы беситесь И не можете ничего предпринять Потому что мы делаем все Только в рамках закона Сверху Сверху